Девушки отдыхают Слово немецкого дворянина, данное бедному еврейскому ювелиру, немного значит. Я мог бы вам просто приказать сделать вашу работу. Но я же разыскал в другом лагере вашего сына. Это правда, Герлебер. Я нашел вашу жену и маленькую дочь. Они живы, их безопасность. Завтра их привезут сюда. Закончите вашу работу. Да, конечно. Конечно. Я закончил. Я... Да. Вы действительно мастер. Я не мастер. ЗАДВИН КОНЕЦ 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 Привет. Привет. И надолго? На пару дней. У меня здесь встреча. И еще я хотел с тобой поговорить. Поговорить о чем? О нашей семье. Странно. О нашей семье. Ну, она развалилась сто лет назад, когда ты ушел от нас к своей прекрасной Амалии. А потом, когда мамы не стало, я думаю, ты помнишь, бабушка меня воспитывала, а не ты? Я помню. Да. Твоя бабушка на этом настаивала. Она не хотела, чтобы тебя Амалией воспитывала. И я согласился. Амалия тот еще воспитатель. Ну да. Но главное, что ты моя дочь. Я тебя люблю и всегда тебе помогал. Я тоже тебя люблю, папа. И спасибо тебе за помощь. Помнишь, когда бабушка умерла, ты мне передала ее архивы? Ну да. Ты же сам меня просил об этом. Ты в них заглядывала? Нет. А что там? Много интересного. Аня, послушай меня. Есть один человек, который может быть опасен. Ты сейчас серьезно об этом говоришь? Опасен? Не смейся. Хотя тебя тоже может коснуться. О, да. Да. Ну, ты как скажешь, конечно. Опасен. Ничего смешного. Все, приехали. Держи. Может, кровь попьем? Ну, мне надо на работу вернуться еще. Ну, хорошо. Сейчас я припаркуюсь и попьем. Я тебя жду. Давай. Угу. Алло. Привет, Илюш. Да, все в порядке. Папа встретила. Знаешь, я на получасика задержусь. Ничего. Но ты у меня все-таки золото, а не начальник. Александр Сергеевич! Вы должны были прийти позже. Абсолютно извинились. У меня почти нет времени. Быстро в номер. Пойдем. Как говорите, ваша фамилия? Смирнов. Простите. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, в каком номере остановился Александр Орлов? Я его дочь. Он меня ждет. Четвертый этаж, номер 409. Спасибо огромное. Простите, я просто тороплюсь. Простите, когда вы регистрировались? Позавчера. Папа. Аня, извини, тут неожиданные встречи. Это писатель, историк. Работает в жанре нон-фикшн. Он помогает мне в моих изысканиях. Это Аня, моя дочь. Здравствуйте. Я тогда побегу, раз ты занят. Давай сегодня вечером поужинаем здесь внизу в ресторане. Ну, давай созвонимся, потому что я не знаю, как сложится еще мой день. Только ты постарайся, потому что мы недоговорили с тобой. Это важно. Хорошо. Это очень важно. Я поняла тебя. Все, пока. Послушайте, вы обещали, что не будет никаких свидетелей. А? Вы нарушаете наши договоренности. Это всего лишь навсего моя дочь. Да. И она не имеет никакого отношения к спецслужбам. Да? Давайте уже вернемся к нашим делам. Сколько вы хотите за эту информацию? Вы знаете, я двадцать лет работал, не покладая рук. День и ночь, день и ночь. Один и шесть нулей. Я вас не понимаю. Мы с вами договаривались о другой сумме. Но здесь совершенно секретная информация. Я добывал ее с риском для жизни. Да не преувеличивайте. Послушайте, сынок, здесь жизнь вашей матушки Нины Орловой. Явки, легенды. Вот. Это та сумма, о которой мы договаривались. И не торгуйтесь. Вы все равно не найдете у нее другого покупателя. А знаете почему? Потому что история Нины Орловой интересует только одного человека на свете. Этот человек я. Держите. Все. Алло. Да, я вас слушаю. Я, к сожалению, не могу предоставить вам такую большую скидку. А вы знаете, я сейчас передам телефон директору нашей компании. И он вам подтвердит, что я говорю абсолютную правду. Да, никто не собирается морочить вам голову. Да, сейчас. Подождите секундочку, ладно? А на тебя? Клиент хочет индивидуальный тур с кровью. Да, у нас есть система бонусных баллов. И как только вы станете нашим клиентом, мы откроем на вас бонусную карту и начислим первые баллы. Да, после того. Мы обещаем вам скидку на следующий тур. Конечно, подумайте. До свидания. Всего доброго. Алло. Рабочий день окончен? Илья, ну что ты творишь, а? Они готовы были деньги сегодня уже перевезти. Могу скинуть им хотя бы пять процентов. Ты шутка? Я соскучился. Вот этот конверт надо отправить по почте. Сделать это как можно быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Конечно. Сейчас будет сделано. И господин Орлов, вас ожидают у бара. Благодарю. Приветствую. Я как раз собирался вам звонить. Я так и понял. Но все-таки решил встретиться. Я хочу лично услышать, как это дела моего партнера. Дела действительно идут прекрасно. И у вас тоже уверен, все хорошо. Вид цветущий, как всегда. Мне нужны не комплименты, а результат. Когда? Неделя. Окей. Я бы не хотел расстраиваться. Когда что-то срывается или идет не по плану, я начинаю сильно нервничать. Могу столько глупостей натворить в сердцах. Но ведь это понятно. Это не надо объяснять. Не надо. Понятно. Тогда береги себя. Да не отвечай, ты назвала. Алло. Да, пап. Ну, в общем... В общем, я освободилась, да? Ну, да. Я помню про страшную семейную тайну. И про страшную опасность для нас я тоже помню. Нет. Нет, я не смеюсь. Да. А давай через час в ресторане твоего отеля. Хорошо. Все. Пока. И что это значит? А это значит, что сегодня я ужинаю с отцом. Ну вот. Родители всегда не вовремя улезают в жизнь твоих детей. Не обижайся. Я так редко его вижу. Дождешься меня? Ладно, я мигом. Если ты меня обманешь, то найдешь свое безжизненное тело. Неожиданно. Здравствуйте. Вас ожидают. Здравствуйте. Да. У меня столик должен быть заказан на фамилию Орлов. Пойдемте. Вам что-нибудь принести? Если можно, водичку. Хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Папа! 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 Здравствуйте еще раз. Скажите, Александр Орлов выходил из отеля? Я просто волнуюсь. Он к телефону не подходит. Стучу в номер 409 и он не открывает. Нет, должен быть еще в номере. Странно. А может быть пройдем вместе? Посмотрим? Да. Давайте пройдем. Сейчас возьму сходу запасную ключ. Давайте побыстрее чуть-чуть. Да. Хорошо. Спасибо. Просто на него это не похоже. Телефон всегда с ним. А тут не открывает и не слышит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я стучала, он не открывает. Папа! Александр Сергеевич, откройте. Открывайте уже! Пап! Мы входим. Пап? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Скорую! Быстро! Папа! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Буквально за час до смерти Он заказал столик в ресторане И он прекрасно себя чувствовал Я понимаю, какова вам сейчас И сочувствую, поверьте Но и вы меня поймите Следов борьбы нет Смерть, по всей видимости, ненасильственная Человек, знаете ли, животное хрупкое С ним в три секунды может столько всего произойти Вы даже себе представить не можете Мы, конечно, дождемся результатов С потологоанатома, но по большому счету Подождите, давайте сделаем эту экспертизу И я вам уже рассказывала, что Отец встречался с писателем Писатель нонфикшен И как его зовут, я не знаю, но он явно нервничал И пришел раньше положенного срока Ну, мало ли что Я пока, так сказать, не вижу состава Простите, а этот чемоданчик у вашего отца? Да, он с ним приехал Его на заказ сделали в Германии Странно, что и в Германии Такие обычно делают в Японии По стороннему человеку Такой просто так не открыть В них обычно хранят очень ценные вещи Ну, вот вам и состав Ты камеры проверил? Да, на них видно, как гражданин Выходит из лифта, заходит номер Ни до него, ни после него В номер никто не заходит Вплоть до появления гражданки с консьержем Подождите, а писатель? Ну, был там этот фикшен, не фикшен на записи Ну, это надо смотреть дневные записи Ну, давайте посмотрим дневные записи Да я не против, давайте посмотрим Только зачем, я не понимаю Ну, был у них с вашим отцом какой-то деловой разговор Потом я, как понимаю, они ушли И больше он не возвращался Ну, вот, ушел и все Ну, давайте еще раз посмотрим Отец с писателем Видите? Ну, вы же тоже сами все видите Писатель ушел Ваш отец проводил его на пороге И все Ну, запись не очень качественная Но все-таки видно Анна, я вас очень понимаю Но давайте дождемся результатов экспертизы Если она покажет, что это убийство Начнем действовать Я оставлю вам свой номер Спасибо Оставьте сообщение в моде сигнала Илья, у меня папа умер Перезвони мне Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так в коллегию мне сегодня не нужно Слушай, а давай поищем завещание? Ну, чтобы быть ко всему готовыми Давай ты все-таки поедешь в коллегию Сейчас наденешь пиджак, галстук и вперед Я понимаю, ты расстроена Знаешь что Ты поспи еще немного, ладно? А когда проснешься, позвони мне, хорошо? Господи Господи О! Привет! Не хотел тебя будить? Омлет будешь? Ключи оставь и убирайся отсюда Не понял Вань, что происходит вообще? Ты на работу не явилась, на звонки не отвечаешь А я звонила тебе вчера А, я же в этом был Около Ермила Там связи нет вообще И Юша спит Ты что Следила за мной? Ты что дурак? У меня отец умер Мне поддержка была нужна Я пыталась тебе дозвониться Я же не знал, Анечка Тебе же помощь нужна Прими мои соболезнования Нет, от тебя ничего мне не нужно Я тебя бросила Ну, или ты меня оставил Я не знаю, как тебе удобно Я вообще ни черта не понимаю Если же вот так вот Раз и разойтись Нас же много чего связывает Общие планы на будущее Интересные проекты Это все не просто так Мы же не просто Я же тебя люблю Ключи давай Амалья Львовна Я так вам соболезную Как это случилось? Костик, сейчас это не важно Яночка, как ты? Отстань Мам Я, ну что ты меня мучаешь? Ты что не видишь, что мне плохо? Вижу Похороны это не просто Хочешь, я все организую? Ты? Ну да, ты это организуешь Костик, принеси мне, пожалуйста, горячей воды с сахаром Прям кипяток и сахару так, ложки три Хорошо Спасибо Все равно придется этим заняться Тем более надо понять, что там с завещанием Ах, вон оно в чем дело Ты-то тут при чем? В смысле? Очень даже при чем? Ты ему не дочь, он тебе не отец Да, но он меня любил Тогда как ты сейчас можешь говорить о завещании? Ты просто меркантильная, избалованная Амалия Вовна Яна Спасибо Давайте будем решать вопросы по мере их поступления Сейчас нам нужно справиться с мигренью Потом мы сядем Выпишем все вопросы на бумаге И постепенно один за одним все решим Спасибо тебе, Костя Хоть один здравомыслящий человек Костя, вообще когда ты на ней женишься? И увезешь от меня с глаз долой? Да я-то хоть сейчас Костя Ворота сбавь и не лезь Амалия, давайте примем таблеточку Нет, не надо Ой Войдите Анна Александровна Извините, результатов пока вы Ясно Прошу прощения за беспокойство Я вот по какому делу Не знаю, поможет это следствие или нет Я вспомнила, что когда я утром зашла в номер На столе лежал конверт Большой такой, крафтовый конверт А когда, когда с отцом все это случилось Конверта уже не было Он исчез Может быть это был конверт этого вашего писателя Как вам такой вариант? Простите, у меня телефон Я должна ответить Конечно Алло Да, привет Яна Ну я Амале уже все рассказала Больше новостей никаких нет Да, ждем экспертизу Полиция считает, что смерть произошла по естественным причинам Нет Нет, не нужно У меня здесь полно знакомых И юристы у меня есть И даже теперь полицейские Пока-пока Ну как? Какие эти питерские все-таки Никакие, манерные Ощущение, что они прилетели с другой планеты У каждого обитателя под два комплекта мозгов, блин Она от нашей помощи отказалась И сказала, что у нее в Питере толпа знакомых юристов Которые за нее всех тут закопают Прям так и сказала? Прям так и сказала Что-то на нее не похоже Она, в отличие от тебя, человек тактичный Я бы даже сказала, деликатный Ну да, мы в курсе, кто ее воспитывал, а кто меня Знаешь, это осинки не родятся апельсинки Сниму с довольствия Да Твое деликатное и тактичное Наследство он со мной точно не поделится Каждый получит то, что ему положено по закону Да угомонись ты, ты как попугай с утра до ночи Наследство, 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 наследство Яна, ты как? Барахло-то убери отсюда Да, это убийство Нам тут теперь год разгребать Ребят, долго вам еще? Хорошо, если до утра управимся Фото на опознание отправили? Да, ждем результатов Предварительная версия Грабеж, скорее всего, действовали по наводке Похоже, наш убитый занимался сбором информации в архивах Вероятно, что его пытали Но вот успел ли он что-нибудь им рассказать Ладно В любом случае отработаем все связи Добрый день, Анна Проходите Добрый Еще раз примите мои искренние соболезнования Присаживайтесь Все свои сомнения теперь можете оставить Вот копия акта экспертизы Причина смерти вашего отца Инфаркт Ну что, собственно говоря, мы и предполагали То есть вы решили больше это дело не расследовать, правильно я понимаю? А кто это? Да так, один покойник Вы его знали? Ну, конечно, это и есть тот самый писатель, который встречался с моим отцом А что с ним случилось? Убит Ну, вообще-то это тайна следствия Убили Вы обыск проводили? Ну, конечно же Конверт нашли? Ну, конверт Вы не понимаете, что смерть этого писателя и моего отца не случайна? Взаимосвязаны они И чем она связана? Этим конвертом, который в глаза никто не видел? Ну, кроме вас я имею в виду Понимаете, Анна Ваш отец ушел из жизни естественной смертью А этот субъект стал жертвой ограбления Вы разницу чувствуете? Уж простите Простите ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, давайте еще один раз Около двух часов он попросил вас отправить конверт, так? А, да Вы это сделали В это время в баре его уже ждали А, да Он заказал столик в ресторане и поднялся к себе Угу, да И больше он ни с кем не встречался? Этого я не видел Ясно, спасибо ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Я знаю, что вы не хотите возбуждать дело, но в мой дом сегодня кто-то влез, и я следующая жертва. Ключ. Оставайтесь в машине. Хорошо. Оставайтесь в машине. Оставайтесь в машине. Пожарите. Служная тревога! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я ждал вас Курт Не перебивайте меня Простите, я Вы же все знаете Я люблю вас Милый Курт Но разве сейчас время? А когда? Может завтра нас убьют? Идет война? Может взрыв? Авианалет? Случайная пуля? Да просто судьба? Возьмите это кольцо Это дорогая вещь Вы просто пока не понимаете, насколько Вы скоро все узнаете Я люблю вас Я хочу хотя бы знать, что вы моя Я люблю вас Это самое главное Но речь идет не только об этом Вы должны сохранить это кольцо Это очень важно Я потом вам все объясню Просто храните кольцо Гауштенфюрер Вебер Прошу прощения У меня приказ Доставить вас Гауляйтеру Кох Немедленно Я непременно найду вас И мы навсегда будем вместе Вы согласны? Вы теперь моя невеста Но я не знаю Вы должны мне ответить Берегите это кольцо Я вернусь к вам Субтитры подогнал «Симон» 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 Но когда мы разберёмся через какое-то время, мы же как родные. Мы остаёмся здесь. Мы рядом. Анечка, позволь тебе представить, надёжный и верный друг нашей семьи. Дмитрий Дмитриевич. – Аня. – Член коллегии адвокатов. Если можно так сказать, наша волшебная палочка-выручалочка. Если есть профессионалы от Бога, то это про него. Прошу любить и жаловать. Ну, это ты уж слишком. Анна, ваш отец часто говорил о вас. И хоть я знаю, у вас были непростые отношения, примите мои соболезнования. Спасибо вам. Да, ещё секунду. Вы знаете, его очень похоже на своего отца. Ну, нет, не в смысле, что прям внешне… Ну, сходство улавливается, конечно. Ну, у вас чувствуется порода. Если что, я к вашим услугам. Спасибо, я поняла. До свидания. Марго, вам Макс не звонил, я ему пишу, он в оффлайне. Звонил, он опаздывает. А мы что, ждём какого-то важного гостя? Молод, красив, хорошо воспитан, но главное – свободен. Звонил. Макс! Яна! Привет. Привет. Почему мы никак не можем пересечься? Прямо так получается. Яна, примите мои соболезнования. Спасибо. Марго? Привет, дорогая. Привет. Костя? Дмитрий? Примите мои соболезнования. Спасибо. Здравствуйте. Анна. Мы знакомы? Нет, но я вас сразу узнал. Вы дочь Александра Сергеевича? Да. Да, это моя сестра. Простите, я торопился на похороны, но не успел. Прошу слететь из Нью-Йорка через Москву. Ты устал? Пойдём в дом, я тебе чай налью. Да? Пойдём. Примите мои соболезнования. Спасибо. Здравствуйте. Николай! Анечка, подойди, пожалуйста. Ещё раз, примите мои соболезнования. Спасибо большое. Анечка, познакомься. Это директор фирмы твоего отца. Так сказать, его правая рука. Но в рекомендациях он не нуждается, потому как, если бы не было его, не было бы и фирмы как таковой. Я его за глаза называю локомотив-паровозач. Анечка, познакомься. Аня. Очень приятно. Анна, примите ещё раз мои искренние соболезнования. Поверьте, это и для нас тяжелейшая потеря. Как мы будем без него дальше, не представляю. Спасибо. Вы знаете, отец мало рассказывал о своих коллегах, но о вас всегда упоминал с огромным уважением. Если вас не затруднит, я бы хотела с вами встретиться и задать пару вопросов. Какие могут быть трудности? Вот моя визитка. Я в полном вашем распоряжении в любое удобное для вас время. Хорошо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Лия, к сожалению, мне нужно идти. Поправляйся, дорогой. Хорошо. Спасибо. Мам, ты сама знаешь, что речь идёт о миллионах. И акции, и всё, что там есть, надо продать, а деньги за счетов вывезти. Я не понимаю, откуда такой энтузиазм? Лично я ни о каких миллионах ничего не знаю. Я даже не уверена, есть ли они. По моим сведениям, на счетах пусто. Ну, значит, отец всё успел вывезти. Я видела завещание, я там прописанное отдельным пунктом. Ой, какие интересные новости у нас сегодня. Это что же ты такое видела? А главное, когда и где? Я попросил что-то принести из его кабинета, и я увидела на столе бумаги. Ну, прочитала. Не специально. Ну, ты святой ребёнок. Я думаю, что завещанием будут заниматься у юристы, и я же хотела с вами поговорить о другом. Дело в том, что отец умер не своей смертью. Его убили. Как убили? Как? Кто? За что? Я не знаю. Я не хочу это выяснить. Я ничего не понимаю. Он меня пытался предупредить об опасности каком-то человеке, а я не придавала этому значения. Мне сейчас нужно разобрать весь его архив, документы, понять, с кем он общался в последнее время, о его друзьях узнать. Я очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Нет слов. Какой-то криминал, бандиты. Это что, как-то связано с его бизнесом? Я не знаю. Он говорил только о человеке, который может причинить вред нашей семье. Это у меня было предчувствие. У меня было предчувствие. Вот как будто что-то в воздухе витало, как будто гроза выдвигалась. Но я не придала этому значения. Я подумала, что у меня давление. Я очень надеюсь на вашу помощь. Я тут вряд ли чем могу помочь. Я со мной никакими рабочими секретами не делился. Ты все-таки фантастическая эгоистка, Яна. То есть, помогать ты не хочешь. А наследство ты хочешь. Мам, меня поздно уже воспитывать. И чувство вины мне внушать тоже не надо. В этой ситуации не тебе меня судить. Это просто что-то фантастическое. Нет, я, конечно, с себя вины не снимаю. Я, видимо, что-то упустила в ее воспитании. Саша был сложный человек. У меня характер не подарок. Но он хотел удочерить Яночку. Это действительно так. Он говорил о завещании. Но я, к сожалению, не знаю, успел ли он его заверить. Это просто в голове не укладывается. Он был предельно честным человеком и принципиальным. То смешно. Анечка, мне сейчас просто нужно немножко тишины и покоя. Хорошо? Я тогда поеду? Да. Спасибо тебе большое. Я тоже тебе подарю немножко тишины и покоя. Мы с Костиком завтра за тобой залить. Да, хорошо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Аня! Макс! Бегайте! Ну, как видите? Я хочу с вами поговорить. Говорите! Я серьезно, не так набегу. Нам есть что обсудить. И это очень важно. В первую очередь для вас. Может, поужинаем сегодня? А я не могу сегодня. Завтра. И завтра не смогу. Послезавтра. Тоже не получится. Давайте я вам позвоню. Давайте я вам сама позвоню. Запишите номер. Звоните в любое время. Хорошо. Я подстроюсь. Ладно. Я вам перезвоню. Ладно. 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 Машина! КОНЕЦ Привет. 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 Хочешь? Бесит тебя мать, да? Она сейчас в таком состоянии? Да она всегда в таком состоянии. Мне нравится, правда? Мне вот все равно. Мало того, что она при жизни мужу изменяла, так и сейчас ищет себе молодого и желательно богатого. Ян, садись за языком. Кость, не бойся, тебе это не грозит. Ты по финансам не тянешь. Хватит. Мы все переживаем, это понятно. И просто все оказались в неожиданном положении. Да, в неожиданном. Ян, у тебя своя правда, у Амалии своя, у меня третья. У нас у всех разные жизни, разные интересы. Просто сейчас так получилось, что жизнь нас вела в одной точке. Да. Поэтому нормальным людям нужно держаться вместе. А то мать завтра всех сожрет. Слушай, ну что будет завтра, это завтра мы увидим. А пока, знаешь что, хочу дать тебе совет. Да! Мать свою любить надо. Любить и жалеть. А если это не получается, тогда хотя бы пытаться понять. Ладно, пойду пройдусь, вижу, что все это бесполезно говорить. Стоять мирно. Руки можно не поднимать. Какое замечательное место вы выбрали. Просто идеальное. Чтобы ваши питерские гости могли разобраться с вами быстро и без свидетелей. А что же мне теперь никуда не ходить? Я все понимаю. Но и вы не забывайте, что вы в опасности. Потому что, когда в районе диафрагмы вы заметите маленькую светящуюся красную точку, будет поздно. Но вы же меня защитите, это ваша работа. Я постараюсь. Но и вы помогайте мне. Не подставляйте себя. А что же мне сделать, чтобы от меня отстали? Все дело в конверте. Его искали у вашего отца. Не нашли, теперь его нет. Потом искали у писателя. Его тело в морге. Есть основания полагать, что они считают, будто конверт у вас. Но у меня его нет. Я верю. А вот убийца вряд ли так, что вы под прицелом. И в свете этих печальных событий вам предстоит познакомиться с окружением вашего отца, с его коллегами. Присмотритесь. Вы человек наблюдательный, и я вижу, в людях разбираетесь хорошо. С вами будут общаться доверительно в свете печальных событий. Так что просто присмотритесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Амалия. Ой, привет, дорогая. Не помешаю? Да нет, нет, конечно, присаживайся. Правда, я уже счет оплатила. А-а-а. Иду на маникюр. Не хочешь со мной? Нет. Так как-нибудь по-дебичи поболтаем. Нет, спасибо. И тем более у меня встреча назначена с локомотивом Паровозовичем. С Николаем? Да. Ну, с ним нужно держать ухо востро. Почему? Ну, Саша был человек добрый, доверчивый. И к директору, ну, к Николаю, он относился как-то особенно. Он даже мне так не доверял, как ему. Ну, и что получилось? Ничего хорошего. Бизнес зашел в тупик. Вот. Ну, а кто в этом виноват? Я думаю, что директор. Но он, конечно, в этой ситуации себя не обделил. Сейчас его задача — банкротство компании. А потом он будет потихонечку умывать руки. Так сказать, чтоб все было шито, крыто. Но мне кажется, он знает, куда твой отец спрятал деньги. Спрятал деньги? Ну, в последнее время тратил, как сумасшедший. Говорил, что на какие-то исторические изыскания, очень много ездил по миру, воскупал какие-то документы. Вроде бы как собирался книгу писать. Ну, я думаю, что все это прикрытие — легенда. Он выводил деньги в офшор. И Николай об этом знал. Но только он не учел один важный пункт. Есть я. Нет, меня, конечно, никто всерьез не воспринимает. Я кто? Я красивая жена, богатого мужа. А между прочим, я кое-что понимаю в бизнесе. И вот, когда тебя собираются обмануть и по миру пустить, вот тут мне уже не до бантиков. Тут я уже выключаю женщину и включаю что? Мужчину. Неверный ответ. Я включаю танк. И никаких офшоров я не допущу. Скажи мне, пожалуйста, кто такой Макс? Макс, ну смотря что тебя интересует. Ну, кто он? Он как-то выглядит не как русский и говорит практически без акцента. Ну, у него не биография, а целый приключенческий роман. Мать его из Аргентины, у нее там каких-то кровей намешано. Ну, в общем, в семнадцать лет она убежала из дома, прибежала в Штаты. У них до сих пор это модно. Ты знаешь, тебе лучше об этом поговорить с Марго. У меня просто действительно нет времени, пора бежать. Ну что, увидимся, да? Да. Но ты мне потом обязательно расскажешь, что тебе этот жулик, я имею в виду Николая, на плен. Хорошо? Пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что она сказала? Здравствуй, я тоже рад тебя видеть. Привет, привет. Ну, что Вася сказала, ты ее оговорил? Нет. Она категорически отказывается продавать архивы твоего отца. Крымз. Она всегда так. Чего у всех мама как мама? У меня, блин, какая-то собака на сене. Я думаю, она будет сговорчивой, когда кредитору возьмут за горло. Послушай, там точно что-то было. Отец не стал бы бросать все дела фирмы ради этого. Были какие-то большие деньги. По-настоящему большие. Он стал всем врать про книжки и историю семьи. Стал придумывать, что надо найти каких-то пропавших родственников. Бизнесмен со стажем вламывает огромные денежища и ставит весь бизнес под удар, чтобы узнать, как звали какую-то там прапрабабушку. Ну, не смеши меня. Я бы подождал, что раскопает Анна. Анна? Причем тут Анна? Она что-то знает. Твой отец встречался перед смертью с ним. Знает Анна или не знает Анна? Какая разница? Послушай, на большие деньги всегда найдутся большие охотники. И нам надо их опередить. К тому же, если отца действительно убили, то, получается, мы теперь с матерью тоже в опасности. Я боюсь. Ну, хочешь, оставайся здесь. Серьезно? Да. Спасибо. Класс. Ты... Ты лучший. Яна, а как же Костя? Костя? Ты его вообще видел? Он же... Мы как брат с сестрой, а мне друг. Я тебя люблю. Подожди-ка, подожди. Ты неправильно меня поняла. В смысле? В прямом. А... Яна. Яна. Я просто хочу, чтобы ты меня услышала. Я дал тебе обещание, я сдержу слово. Прости, если я что-то не то сказал. Я знаю, как вы ко мне относитесь. Наверняка, Амалия вас уже хорошо обработала. Ну, у меня свое мнение. Ну, если так, это уже лучше. Я не вор. Все обвинения бред. А вы знаете, что ваш отец незадолго до гибели продал огромную часть своей фирмы 75 процентов. Продал кому? Нашелся ушлый тип. Он и половину еще не выплатил. Аванс охватил только на погашение процентов. А ваш отец со своими безумными поездками по всему миру потратил огромное состояние. И во имя чего? Ну, он хотел узнать историю семьи. Что здесь плохого? Я, кстати, хочу посмотреть весь архив. А его нет. И все забрала Амалия. Ну, значит, я у нее возьму. А я теперь должен исполнять его больные фантазии? А я теперь отвечаю перед людьми, перед заказчиками, перед банками, перед налоговой, перед всеми. Это же ваша работа. Не правда ли? Ну что, ты была у директора? Что он тебе сказал? Есть на счетах деньги? Нет. Я так и думала. Почему? Потому что я не такая дура, какой меня выставляет мать. Понимаешь? Нет, не понимаю. Они с директором в сговоре. И тебя пытаются запутать. Ну, а смысл? Я же рано или поздно все равно посмотрю документы фирмы. И что тогда? Они просто тянут время, пока ты там ковыряешься с этим бумажками. С чего ты взяла? То, что мать безостановочно врет, я надеюсь, ты это поняла. То, что она изменяла отцу, ты тоже поняла. Амалия, конечно, не сахар, но Яна, прости меня, ты тоже не невинная овечка. Можно, пожалуйста, вина? Яна, успокойся. Отстань. Красного. Я просто пытаюсь выжить. Я уверена, что когда у отца начались проблемы с бизнесом, он, прикрываясь тем, что ищет каких-то родственников, начал владеть счета за границу. Мать это поняла. Сейчас они с директором пытаются получить доступ к этим счетам. Адвокат тоже ведет какую-то игру. А мать использует и одного, и второго. И меня, и тебя. Просто какая-то банка с пауками. Бедный папа так попал. Пока ты будешь думать, веришь ты мне или не веришь, они все сделают. Не важно, кто. Предлагаю тебе такой вариант. Либо ты со мной и с Максом, либо мать продолжит тебя водить за нос. Ты с Максом? Неожиданный дуэт. Почему очень даже ожиданный? Хочешь пей? Что выберешь ты? Подумай. Яна. Как дела? Ну как дела? Собираю грязное белье. Вся информация, которую мне преподносят, больше похожа на дезинформацию. И вообще на какую-то мышину возню. А что у вас? Вы помните эту фразу на испанском, которую услышали около вашего дома? Ну конечно. Пута мадре. Эта фраза врезалась в мою память до конца жизни. Я вот знаете, тогда представила, если бы он увидел меня, обернулся, достал свой огромный пистолет и выстрелил. Ух ты. 44-й калибр. Ну скажу, что небогатое у вас воображение. Профессионала так не убивают. Они убивают тихо. И сами молчат, и вам пискнуть не дадут. И даже ладошкой рано прикроют, чтоб кровь не булькала. Ой, давайте, пожалуйста, без этих ваших натуралистических подробностей. И так тошно. Хорошо. Закрыли тему. Теперь, что я выяснил. Испанцы употребляют это ругательство исключительно в переносном смысле. Типа, круто, зашибись. А вот латиносы, ну в смысле, латиноамериканцы, вот они используют ее исключительно, когда что-то пошло не так. Когда реально все плохо. Латиноамериканцы. Угу. Кто? Да нет, это так просто предположение. Хорошо бы делиться своими подозрениями во избежание дальнейших недоразумений. Тебя наверху ждет странная особа. Пришла как себе домой. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо.